ну не ну вообще нет он кем-то работал как говорят что евреи счастливы дети это не предел как учитывая все от всевышнего хорошо тогда значит три сколько лет прошло после того что вы в гомеле обрушилась на вас это чернобыльской еще практически уже прошло 30 лет в этом году 30 лет и сколько вам было тогда мне было 14 лет учили в школе до ученой школе мне про никто ничего не знал пошли дружно на демонстрацию как было принято 1 мая винта всех очень удивило что был желтый налет на лужах все удивлялись что же это такое ну а сколько километров от чернобыля до губы это в районе 100 километров 100 и ничего не знали когда вы впервые узнал наверное узнали через несколько месяцев даже ну как короткие сообщения газеток были на самом деле наверное это не не было очень так публично и не для широкой массы и как начало сознаваться что вы оказались на самом деле наверно там мы не очень это чувствовали да но я очень почувствовал когда мы приехали в петербург когда кто-то у нас спрашивал откуда вы мама привезла на экскурсию вот я закончила 8 класс и мы приехали сюда по экскурсию как подарок за учебу и все от нас шарахались как будто мы прокаженные это было очень очень так мне как ребенку было очень странно а как это уже в гомеле начало ощущаться люди начали уезжать да вот это в принципе это ощущалось именно в панике в панике людей что очень многие пытались найти свои корни и свои возможности чтобы уехать из гомеля белоруссии вы сказали корни белоруссию нет уехать из белоруссии сказали корни влияние еврейского сообщества в гомеля довольно большой в тот момент практически его вообще не было не было место для синагоги не было как бы вдруг там семейные связи до родственные дружественные в принципе а вот особо не было центра какого-то уже когда я вернулась из израиля после того как здесь поехала по программе то тогда я вернулась мама мне сообщила что открылся открылась синагога место которое принадлежало синагоге его отдали и уже я вместе с другими ребятами молодыми мы там ремонтировали его уже стали проводить молодежные вечера но это было такое что-то такое да скажите а как у вас нашел рековы на самом деле в тот момент когда отправлялась первая группа было объявление в газете в местной газете что отправляется группа в израиль еврейских детей потому что до этого было очень много групп в италию францию которые выезжали возили детей к на лечение но не знаю по негласному наверное приказу еврейских детей практически ну вот туда не брали потому что принципе все эти поездки были христианской направленности да вот религиозные поэтому еврейских детей там не было здесь один из моих родственников он начал табли не позвонил что вот есть группа детей набирать еврейских молодежную сопровождающим не было 18 лет которые могут тоже поехать вот на реабитацию до после чернобыля и что дальше после мы пришли на собеседование было да в коган сам приезжал туда еще куда-то был у нас дома познакомился с родителями не смотрели документы чтобы все было в порядке и нас собралась группа большая группа была порядка 250 детей из гомеля и мозыря и из гомеля взяли целый состав поезд мы ехали до минска и в минске это была такая очень до сих пор для меня приключенческая сторона потому что три дня мы практически просидели в аэропорту на чемоданах потому что представьте 250 детей которых провожать меня провожали мама и папа кого-то провожали дедушки и бабушки да и поэтому это огромное количество народу которые не нам не давали выезд в израиль не давай вы до выехать говорили что линия на израиль заняты я не знаю всех причин и всегда поэтому и аэропорт только строился и дипломатических отношений не было тогда да аэропорт только строился место практически там было очень мало еды никакой и вот раф коган он машинами привозил оттуда там ездил покупал еду и привозил в аэропорт чтобы как-то накормить эту огромную толпу народу и показали да вы можете лететь на улететь в лондон почему сказали на лондон линия свободно хотите летите в лондон в израиль улететь не можете мы полетели в лондон и на самом деле я на самом деле я вам скажу такого полета я летал очень много после этого я не помню никогда больше не было нас трясло так в ощущении что самолеты развалятся и было очень очень страшно детей всех рвало и было очень очень тяжелый полет не принять самолет был чей компании работ не до самолеты были не знаю венгерские венгерские и мы прилетели в лондон нас было передышкой сказали что самолеты поменяют но раф коган я знаю что он связался с рэбби сказал что полет будет следующей успешность что переживать не надо что все будет хорошо и вот мы после нескольких часов отдыха там полетели все спали на на самом деле было ощущение что самолеты помеляли потому что на самом деле оказалось что это были те же самые самолеты которые не трясло не лихорадило да и было очень очень комфортно и хорошо полет прошел просто замечательно и на самом деле наверно тогда первый раз я услышала про рэбби что рэбби дал благословение что вот все будет хорошо тогда вот первый раз я познакомилась и сколько я пробовала созрали с августа по январь январе 90 первого года я вернулась потому что где вы жили то мы жили этом в израиле в бархабаде бархабад бэд это было для девочек школа для девочек то и там есть пенсион нам на самом деле построен новый корпус чтобы нас принять и девочки которые школьницы они ходили в школу а мы были как как вожатые с ними были вместе были карманные деньги до нас одели потому что принципе все мы приехали квархабад это религиозное место до ребенка школа все мы приехали из светских семей одежда наша не очень соответствовала тому месту где мы оказались поэтому нас привели такой вид на самом деле в моей такое ощущение что когда я видел первый раз на женщин в париках но для меня это была новость стал что никогда в жизни не одену парик когда говорим что никогда не говори никогда потому что в жизни все меняется было немножко странно хотя несмотря на то что я выросла довольно такой традиционной семье то что сейчас я понимаю что всегда хороша жена отмечалась курим песок для моих родителей это было очень важно был такой обычай не слышали про него или нет что перед емким буром раздает леках медовый пюро чтобы не по когда не просить потом течение года и я потом это знала что откуда что это был емкий пур что потом постятся это уже узналась потом у меня сначала я с бабушкой потом уже с папой ездила всем родственникам которые у нас были когда еще было ребенком сначала бабушка гомеля потом мама опекла этот леках и мы ездили мы давали им свой кусочек они нам давали свой концу дня весь столбос в разных видов пирогов до этого лекаха медовые таковришки и я очень ждала этот день для меня это было какое-то особое действие да единственное что я заметила с каждым годом что кусочков становился меньше 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 потому что старое поколение уходила кому это было важно ну вот моей семье это было важно скажите почему исак абрамович именно ваш дом посетил вы когда на самом деле он был во многих домах но он приехал да вот когда но вот так наверное моя мама еврейский и я не очень понял значит вы как дети жили в израиле тогда и ожидали что приедут родни до ноги до дети приезжали и родители завершили до должны совершать или были несколько детей небольшое количество которые вернулись что родители решили не не ехать в израиль нас там проверяли нас там лечили были немного но было дети которые действительно были облучены от чернобыльской вот этой аварии в ходе проверок было приму ваши родители плохо себя чувствовали вы вернулись вернулись в гомель я по образованию бухгалтер ну как бы я перевернул сначала работать в гомеле да пока не раздался звонок сак абрамович и я вернулась январе а это было в мае практически через несколько месяцев после того как я вернула что он сказал что он собирается продолжать отправлять группы и пока я была в израиле уже три группы приехала что он еще и он если хочет чтобы я работал вместе с ним помогала ему и родители отпустили да папа потом долгое время не мог понять как он вообще пошел на такой шаг но тем не менее это произошло и вы жили в москве да наше жилье да понятно вот с этого момента как бы началось не только ваше деловое общение с раввином сак абрамовича ну и как бы при общении эти я до сих тогда была поражена до сих пор пожина его жизненной энергией его вот силой до находясь таким человеком наверное трудно быть плохим несоответствует очень хочется куда-то тянуться вверх да потому что ну он действительно необыкновенный человек и хочется быть похожим на него до достигнуть понятно что достигнуть что вот ну подниматься за ним вместе как ваша жизнь в израиле вот когда вы там были несколько месяцев складывалась вы начали взаимодействовать с дольтянами с детьми с молодежью на самом деле среда в которой мы как были достаточно было русскоязычной да потому что нас были дети учились крайней мере у меня но тем не менее так как мы приехали в августе в сентябре начались праздники осени и нас распределяли все кто находился на по семьям поэтому мы наруша шана и на сукот были в разных семьях не могу сказать что это был очень позитивный опыт да потому что практически была семья в которой говорили по-русски так был хоть язык общения потому что мы приехали совсем без языка были семьи где ну мы были так единица которая сидела за столом и я многим рассказывала это что если бы дальше мне не было вот контакта с сак абрамовичем да я не уверена чтобы я избрал этот путь который мне сейчас потому что опыт был не совсем позитивный у меня общение с людьми и не все были радушны и все готовы помочь все не все не все чем вы это объясняете но мы не все могли понять что мы приехали абсолютно светского мира да который абсолютно чем мы не знали да не традиции вот да мы поэтому некоторые даже где-то выгнали нас один раз я с подругой нас распределили в одну семью и жители отметить на празднике но это праздник был неделя да и когда мы пошли вечером гулять вархабад достаточно такое закрытое место мы пошли гулять пока вархабаду вернулись не знаю там через час был 11 вечер не достаточно не поздно да потому что сидеть в комнате все время было не очень нам комфортно мы хотели посмотреть что как вархабад потому что мы как были как раз не в той части где школа во второй части вархабада то наши двери вещи стояли за дверью школа закрыта языком у нас нет и туда не тесно что там в километре полтора находилась школа мальчиков и мы знали где она находится мы пошли там был повар который русскоязычные и он нас приучил время праздника поэтому такой вот опыт изначально играет корректированной жизни был не очень позитивный а как случилось что вы начали принимать участие в борьбе за возвращение библиотеки шнэрсона в тот момент когда синагогу на бронной она попала в руки сакабрамовича я стала там работать и помогать ему в делах и как раз рэби дал сказал свое пожелание что надо искать книги что они находятся в ленинке и когда пошли беседовать понятно сказали что книги никто давать не хочет и поставили пикет пикет который стоял 24 часа в сутки и один раз я там простояла практически сутки бессименно около этого пикета и стояли там была милиция которая нас пыталась оттуда попросили были среди тех кто оказался в кабинете директорами в этом же пикете стоял или или колбан ну мы стояли по очереди это невозможно оставить там до суда исак абрамович появлялся нам все время приезжал пытался договориться с директором библиотеки до чтобы и вы сейчас как бы интересуетесь как все это складывается да мы все время расскажите ну как-то у вас судьба вела в этот мир и и ваш избранник ныне муж тоже оказался среди людей верующих как произошло мой муж и он вообще сам из петербурга да и вот он когда был в армии да там был парень еврей который спросил ходил на синагогу и он приехал и пошел решил пойти синагогу стал приходить все помнят и все ноги с гитарой потому что он играл в еврейском ансамбле джаз гитарой занимался и резкий ансамбль хаверим был такой вот 90-х годах и он в нем играл очень долгое время ходил синагогу с гитарой и потом он на самом деле он хотел семью сделать илью и так как он уже ходил синагогу мы предложили написать рыбе и рыбе сказал что ему надо посоветоваться с раввином и он написал рэбе письмо и пришел письмо и получал ответ что надо посоветоваться с раввином раввином который в тот момент был в россии которым был доступен для общения это был берлазар и он ему сказал так что учиться в израиле что-то приедешь ты она будет зарабатывать на жить и помогать семье поэтому надо идти учиться вешиву здесь надо ночи начинать учиться здесь и он ходил все время в синагогу он такой очень человек основательные быстро выучил иврит и он стал учиться с одной стороны приходила новые люди он уже им преподавал и когда появилась возможность он поехал учиться вешиву москву вот того он приехал вешиву он уже привез тогда есть яков ратнер он помощник бороха горина в издательстве да и он тогда яшу привез на обрезание то что здесь не было мойли в петербурге я ошибок яков ратнер вот который в издательстве книжники сейчас я буду города и он привез его и вот они были на бронной там наверное произошло такое первое наше знакомство которое дальше уже делать когда он приходится в москву уже нам делали шедух официальное такое знакомство которую мы приняли решение создать сколько лет вы замуж в этом году будет вот влагбаумер будет 24 года и как результат двенадцать детей слава богу двенадцать детей действительно когда я семья которая тоже наверно считалась многодетной нас трой семьи в трое детей в семье но тем не менее предположить что у меня были двенадцать детей я не могла я но можно уверенно утверждать что у вас религиозная семья соблюдающие традиции слава богу замечательные дети какая какой самый старший какой сам старшему как раз перед отбаумером он родился буквально в последний день нашего первого года ему будет 23 года младшему будут два года у нас две внучки и сакабрам и сакабрамович видео ваших детей ну да наши дети считают что сакабрамович дедушка мы не часто встречаемся к сожалению да потому что работая здесь там тем не менее дети постарше все время с ним встречается потому что они ну чаще бывают москве общаться с младшими мы несколько лет назад отдыхали в раменском когда были все семьи а вы знаете да что сам режет конечно он сам режет до сих пор режет и на самом деле лучшего никто не режет наш взять можно же дочери он был его учеником сейчас тоже шоих это тоже вместе с ним когда мы его снимали там в равенском то видел там массы ну не массу много учеников из израиля из америки для нас взять он тоже израильтянин чтобы вы вот с учетом того что ему через месяц там или сколько через полтора будет 70 лет хотели бы сказать из того сакабрамович того что мы пока огромное спасибо что он есть на самом деле это счастье что есть такие люди это которые явно я могла сказать что настоящий хасиды рэби потому что это очень не просто быть хасидом рэби тем более таким как сакабрамович настоящий что мы сил здоровья чтобы на долгие годы продолжал делать свое это святое дело которое он делает и радует нас скажите вы верите что для тех сону может оказаться и истинного выделиться да я думаю что усилиями многих людей на самом деле в нашей стране наверно нужно чудо и молиться чтоб это чудо исполнилось может быть что то вы хотели бы сказать из того что я вас не спросил мы тоже с женой желаем счастья вашей семье а это квартира вашего мужа нет мы ее вместе купили надо было 5 детей когда он сюда перебрали у него мама отца давно нет и мама живет в израиле слава богу в этом году и будет восемьдесят шесть лет так расскажите что это это что такое это беседа рэби на медийные главы комментарии рэби любопытского рэби на разные аспекты жизни тоже комментарии только на русском это тоже комментарии рэби практически здесь всего крутая рэби это письма рэби разным людям назвать игроткой даже до письма разным людям ответы рано в разных зарядных ситуаций талмуд все что связано с нашими жизнью повседневных я это ваш муж собирал и мы вместе да мы там библиотеку трону вместе с отчаяния одного из наших младших сыновей самым заметным на этой стене у рэби наш тоже папа дорого на самом деле наверное нет смысла жизни если нет пробида нас потому что то что рэби говорит выполняем дело это книги было библиотека в книге много старых книг которые выбрасывали в синагоги вернее выбрасывали гениза их закапывали хоронили он очень много там куда то что подлежал захоронению это энциклопедия резкая энциклопедия по разным аспектам жизни был буш на бог лучше чем я и рассказала ему что он леви что они из колена лет ну из колена леви и попросил его читать когда я не стану читать кодиш душа все равно до требует своих источников вот это чудесный у нас вас как раз было февраль оборвется этого красавца из первых последних долгий перерыв девочки потом но в израиле мы практически каждое лето два года а это брать с отбранки давидом мои дети зовут его дедушкой сейчас он как раз в москве а вообще каждый шабос мы вместе голоса они очень похожи а голоса бывает правда редкие моменты сейчас когда мы все вместе собираемся в двух песок все приехали кроме одного сыновей на 5 метров раскладывается от края комнаты до края на самом деле большая семья это счастье муж вам поет он каждый вечер он накладывает детей под гитару ну заходите заходите а мушка еще спит ну заходите ну заходите ну заходите хайси ты так хотел зайти у нас старший сын дочка потом было пять мальчиков и все очень ждали девочку каждый раз девочка даже моими старше между собой спорили вот так девочки мы решили что даже если он не позовет мы приедем да не но когда была презентация первого фильма на это вот летом было позвонил и сказал что я очень хочу чтобы ты была мы на самом деле суббота заканчивается 2 часа ночи самолетов никаких не было утром мы договорились со знакомым на машине поехали старших детей мы брали сюда до суббота летать нельзя ездить нельзя поэтому мы усяк абрамович когда вот женился второй раз его брат не знал что ему подарить и вот у них был семейный коз который ухранился у младшего брата давида абрамовича и вот он ему подарил этот семейную эту реликвию вид что у него было такое счастье получить этот коз дедушки это будет очень такая и и Субтитры создавал DimaTorzok